Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка от компании TechMill и с вами я, Артур Кизятул. Рыночный оптимизм, который развивался уже несколько дней, сегодня стабилизировался. Выражается этот оптимизм глобальными продажами доллара. Как видно, индекс доллара потерял с пика примерно 4-3,5%. При этом снижение доллара не находит отклика у нефтяных цен. Сорв WTI торгуется в сужающемся диапазоне, в таком углу отметки 23 доллара. Плохо реагирует на ослабление американской валюты и возвращение расположенности к риску на фондовом рынке. Такой паттерн обычно предшествует сильному движению, для этого сейчас есть серьезные предпосылки. Изменчивость ценных падает, хотя появляется информация по мерам правительств, мерам противодействия для вспышки коронавируса. Предпринимаемые меры все больше говорят о том, что страны делают ставку на китайский опыт подавления вспышки. Это организация домашнего карантина, организация самоизоляции минимум на 2 недели. Естественно, это сопровождается серьезными краткосрочными потерями экономической, в том числе падением спроса на топливо, сокращением производственной активности, что также влечет за собой падение спроса на топливо со стороны производства. Напомним, что на этой неделе о карантине срок на 21 день объема вторая по численности населения страна в мире и крупный потребитель нефти Индии. Естественно, это тоже серьезный удар для рынка, который пока не прослеживается в нефтяных ценах. Данные в четверг показали, что число первичных заявок на пособие в безработице в США выросло до рекордных 3,3 миллионов. Ответная динамика фондового рынка тем не менее показала, что эффект неожиданности был небольшим. Хоть актуальные данные отклонились от прогноза, рынок в большей части прореагировал данной, потому что в текущей ситуации снизилась чувствительность рынка к негативным экономическим данным, потому что так понятно, что мир вошел в полосу, в черную полосу, вошел в полосу экономического кризиса. Число подтвержденных случаев заболеваний от коронавируса выросло на 13,43% по сравнению с предыдущим днем, со вторником. Видно, что после некоторой стабилизации и последовательного снижения темпа, темп рост опять возновил рост. Это, конечно, негативная информация, негативное развитие не позволяет надеяться на то, что оптимизм на рынке будет устойчивым. Возвращаясь к нефти, глава Международного энергетического агентства разъявил, что глобальный спрос на нефть находится сейчас в свободном падении, что логически вытекает из того, что страны пока активно работают, активно принимают китайский опыт, как я уже сказал, продолжают усиливать карантин, все больше стран перенимают этот опыт и, естественно, ждать, что спрос на нефть будет реагировать на такое развитие событий отрицательно. Отклонение от равновесия усиливается также ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией. Сейчас, по словам главы Патиха Берова, на карантине находится 3 миллиарда человек уже. Как результат, спрос на нефть может упасть на 20 миллионов баррелей в день, это почти 20 процентов. Голдман приводит также некоторые удручающие цифры. Для марта и апреля это 10,5 миллионов баррелей в день падения спроса и 18,7 баррелей в день. И ясно, что с усилением и увеличением длительности карантина, если ситуация будет развиваться негативно, если страны будут вынуждены увеличить длительность карантина или ужесточить его. Цифры по спросу на нефть должны дальше пересматриваться в худшую сторону. И, следовательно, котировки могут поддержать решение администрации США, решение Трампа о более раннем свертывании мер карантина и перезапуска экологики, что сейчас активно обсуждается в Белом доме, но пока не могут решить, стоит ли идти на такие рискованные меры или нет. И спекуляции об этом нужно сейчас держать на радаре. Если представить на графике падение цен, которые ожидает Международное энергетическое агентство, то видно, что пик падения составит 18 миллионов баррелей в день. Произойдет это в апреле. Большая часть снижения спроса на нефть придется на страны ОСР. Китай, как мы видим, уже вносит небольшой вклад в падение нефти. Вот здесь падение нефти, падение спроса на нефти со стороны Китая было, как видно, основным. Затем вклад Китая начал снижаться. Другие развивающиеся рынки также несут свой крупный большой вклад в падение спроса на нефти. Затем ситуация начнет улучшаться, как мы видим. К лету можно уже ожидать, что падение спроса на нефти примерно составит 4-5 миллионов баррелей в день. Тем не менее, нефтитрейдер, крупный нефтитрейдер Vital Group ожидает, что падение спроса будет усиливаться в течение трех последующих месяцев и не восстановится полностью в этом году. на сегодняшний день. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник. Продолжение следует... ...